Вы спрашивали, откуда готовилось нападение на Беларусь. Так вот, в эту игру играет не только Александр Лукашенко, но и Владимир Путин. Польша — новый, на самом деле подзабытый старый, объект пристального внимания Кремля. На польском направлении возникло напряжение, оно растет на глазах, и на горизонте уже забрежила война со страной-членом НАТО. При этом, внимание, ничего не произошло. Вообще ничего. Лишь два пожилых диктатора решили раскачать польский вопрос. Нам это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши — неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению помощи, поддержки. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески. Это, конечно, отдельный жанр наблюдения за миром Путина-Лукашенко. Миром, где есть некое западное население Украины, которому может потребоваться защита Минска от коварных колонизаторов. Александр Лукашенко, впрочем, не останавливается. У него в шпаргалке написано, что надо упомянуть фагнеровцев. И под удовлетворенную ухмелку старшего коллеги Лукашенко объявляет. Новые обитатели Беларуси, те, что в предыдущей версии прибыли перекантоваться, рвутся в Польшу. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролим, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешу. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешу – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное. Они знают, что происходит вокруг союзного государства. Ну, это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. Не знаю, как у вас, а у меня формулировка «сходить на экскурсию» вызывает стойкую ассоциацию с Башировым, Петровым и Сулсберецким шпилем. Но сейчас не об этом. В Варшаве без всяких шуток стревожены появлением нескольких тысяч вооруженных головорезов вблизи своих рубежей. На прошедшей неделе стало известно, что Польша укрепляет свою границу с Белоруссией. А накануне в польском Минобороне объявили о создании саперного батальона в так называемом Сувалском коридоре. Уточняется, что первые солдаты будут приглашены в новое формирование к концу этого года. Сувалский коридор – это участок на северо-востоке Польши, к которому также примыкают белорусская и российская границы. Сувалки – прямая дорога из Калининградской области России в Беларусь. В теории можно допустить, что Путин ставит перед собой задачу захватить этот приграничный участок, таким образом открыть себе выход на Калининград и одновременно отрезать от остальной Европы страны Балтии. Речь идет о территории протяженностью примерно 100 километров. Вот этот диалог Лукашенко и Путина вполне может быть подготовкой к провокации, которая позволила бы Кремлю оправдать вторжение в Польшу. Это звучит как нечто совершенно безумное. Но также безумно для абсолютного большинства звучали предупреждения о вторжении российской армии в Украину. Путин пойдет на Сувалки в том случае, если сможет. Если в его распоряжении будет достаточно вооружений и живой силы, то он это сделает. Недаром еще в пятницу российский президент посвящает непривычно длинную открытую часть видеообщения с Совбезом именно Польше. Ее намерением оккупировать западные области Украины и польской угрозе Беларуси, которую Россия, конечно же, просто не может игнорировать. Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это вводится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами. Это, повторю, в конце концов их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Беларуси, то это часть союзного государства. И развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Здесь же, во время видео Совбеза, Владимир Путин обратился к своему любимому жанру – пересказыванию, или лучше сказать, интерпретации истории. Вообще-то Польшу создал Сталин. Ну, то есть Украину в путинском мире создал Ленин, а Польшу – Сталин. Благодаря Советскому Союзу, и именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Это высказывание руководителя государства-агрессора сложно понять иначе, как угрозу. Перед нами даже ни шифр, ни намек. Это обещание напомнить друзьям в Варшаве о происхождении их территорий. То есть, следуя логике Путина, забрать. Не удивлюсь, если исходный план ровно в том и состоял. Захватить Украину в несколько дней или недель. А дальше Молдова, Польша, что там еще, как карта ляжет. Намерения фейкового императора из видео Савбеза были разбиты о реальность под названием «Украинское сопротивление». Но разве мог Путин передумать? Нет. Мечта о разделе мира на сферы влияния между ним и условным президентом США, а также, допустим, китайским председателем Си, остается для него вполне актуальной. На что опираются официальные лица, когда говорят об агрессивных замыслах Польши? Вот, например, на неизбежную угрозу со стороны только что укомплектованного польско-литовско-украинского военного соединения. В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, в западных областях, путем развещения там своих областей. И такой шаг, как один из вариантов, планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности. Это так называемый Люблинский треугольник. И мы видим, что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общей руссковой литовско-польской украинской уникалии, которая действует под эгитой так называемого Люблинского треугольника. Нам представляется, что за этим довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить. Да. Вот то, о чем сейчас сказал Сергей Евгеньевич, на этом следует остановиться, наверное, даже поподробнее. Эта информация появилась уже и в европейской, в частности, во французской прессе. Что имеет в виду Путин, когда говорит о европейской и, в частности, французской прессе? Возможно, ничего. Не нужно быть журналистом-расследователем, чтобы выяснить. Бригада эта создана аж в 2014 году. Военнослужащие в основном обмениваются опытом. Подразделения существуют, по большому счету, на бумаге. Есть и реальные учения, но, опять же, совсем не в том объеме, как это расписывают российские политики. Никакого 25-тысячного соединения нет в природе. Но зачем-то политики в России вспоминают о бригаде именно сейчас. Как всегда, Вячеслав Володин высказывается ярче иных коллег, предлагая пропаганде, и, не побоюсь этого слова, истеблишменту, новый термин – ополячивание. Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины. Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли – Восточные Крессы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны. Так откуда президент России, глава службы внешней разведки и председатель Госдумы дяли информацию о 25-тысячном польско-литовско-украинском войске? 25 апреля об этом написала российская газета со ссылкой на польское издание «Дзенник Политычный». Формально корпус создают для международных операций, но его настоящие задачи легко читаются. Подразделение будет осваивать Украину. Сообщается, что численность корпуса составит 20-25 тысяч человек, а само формирование разделят на три национальные бригады. Польские и литовские подразделения якобы должны разместиться в польском Люблине, а украинскую бригаду разместят в Яврове, в Львовской области. Уже в июле, сообщает российская газета со ссылкой на польское издание, интернациональная команда будет готова к выполнению боевых задач. На самом деле, первоисточник, уже упомянутое издание, это фейковый новостной сайт, созданный для распространения пророссийских вбросов, который еще в прошлом году был пойман на лжи. И, кстати, по той же теме, якобы зреющих планах Польши захватить Украину. Других подтверждений высказываниям высшего руководства России о существовании варшавского заговора по захвату украинских территорий нет. Это, впрочем, не мешает российским чиновникам регулярно к теме возвращаться. В том же апреле Дмитрий Медведев написал у себя в телеграм-канале следующее. Поляки вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления недоделанной империи, речи посполитой «от моря до моря». Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая риноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда. Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает. Медведев писал о Польше разное, но я избавлю нас с вами от дальнейшего цитирования. Кажется, и прозвучавшего фрагмента вполне достаточно. Напомню только, что недавно зампредседателя Совбеза, как бы шутя, со смайликом, предлагал включить царство польское в состав Российской Федерации. А вот еще один чиновник из Совбеза Николай Патрушев заявляет в мае прошлого года. Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией, в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий. И тут же Патрушев добавляет, ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявление о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Конец цитаты. Надо ли уточнять, что Дуда ничего подобного не говорил? Патрушев буквально переврал слова польского лидера, сказавшего на самом деле, что граница между его страной и Украиной должна объединять, а не разделять. Еще один показательный подлог, он же фейк, коллеги из издания «Проверено медиа» зафиксировали летом прошлого года. В соцсетях тогда распространилась фотография первой полосы польской газеты. Статья здесь озаглавлена так. Владимир Зеленский хочет вернуть Украину Польше. Сенсационный текст репостит в том числе Захар Прилепин, а также множество других Z-пабликов с внушительной аудиторией. Сегодня польские СМИ уже без особого стеснения заявляют, что действующее украинское руководство готово отдать не только западные области, но и другие районы страны под протекторат Польши. На самом деле за страницу польского издания в соцсетях выдали отредактированный снимок, не имеющий никакого отношения к реальному номеру газеты. Авторы фейка заменили заголовок, фотографию и примерно треть статьи. Вот на подобное регулярно ссылаются люди, управляющие Россией. В июне 2022 глава российской дипломатии Сергей Лавров заявлял, цитата, «Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией, польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию». В том же духе высказывалась и Мария Захарова. Для полноты картины добавлю в этот список депутата Госдумы Дмитрия Белика, который в июне прошлого года дал интервью газете «Известия» и заявил, что Польша методично протягивает руки к украинским территориям, стараясь заполучить больше влияния. «Украина рискует утерять собственный суверенитет», – предупреждал Белик. Если вдуматься, все эти люди одобрили и приняли непосредственное участие в нападении на соседнее государство. То есть именно они осуществили попытку лишить Украину суверенитета. Теперь же им хватает, простите, наглости рассуждать о претензиях Варшавы на украинские территории. Подождите, претензии абсолютно точно есть у вас. Это вы пытались захватить Киев. Вы бомбите Одессу. Вы виновны в бесчисленном множестве военных преступлений, в убийстве тысяч невинных граждан. Все ровно ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, а Владимира Путина наделить еще большей властью. Что же касается неких намерений Варшавы захватить западную Украину, то подтверждения тому все сплошь сфальсифицированы. Несмотря на то, что некоторая часть националистически настроенных интеллектуалов действительно вынашивает мечту о реинкарнации Речи Посполитой, не было ни официальных заявлений, ни сколько-нибудь убедительных указаний на подобные планы. Никаких намерений в Польше вернуть себе Львов, или вернуть себе Брест, или вернуть себе вот этого нет. Потому что это уже территория, в которой историческая память, конечно, существует. Вильнюс и Львов являлись важными центрами польской политики и польской культуры. И я оставлюсь в памяти. И дети об этом учатся в школе. Но там живут другие люди, там образовались другие государства. Там все сейчас идет по-другому. И никакой речи о том, что Украина наш союзник. Мы сделаем все, чтобы ей помогать. Как мы можем теперь думать о том, чтобы оттяпать у нее кусок ее территории? А вот планы Владимира Путина могут простираться на неограниченное количество квадратных километров. Я сейчас не утверждаю, что российская армия завтра приступит к операции по захвату Сувалок. Но понимать уровень угрозы полезно. Не исключено, что президент России готов будет к очередной авантюре с расчетом на слабость или трусость НАТО. Ради Сувалского коридора Брюссель и Вашингтон не станут вмешиваться в избежание Третьей мировой? Считает, возможно, Владимир Путин. И если так, то считает не без оснований. Впрочем, риски здесь огромные. И даже при всей одержимости не видеть их в Кремле не могут. Я лишь убеждена, что такая опция там рассматривается. Фактор вагнеровцев повышает напряжение. Ведь мы сейчас говорим о вооруженных головорезах, подчиняющихся уголовнику из подворотни. Устраивать провокации на границах со страной членом Евросоюза и НАТО при участии пригожинского ЧВК – так себе тактика. Последствия могут быть самыми страшными. Поэтому тут важно понимать, насколько сильные у Путина мотивы, помимо упомянутых 100 километров приграничной польской территории. Теоретически он мог бы обвинить Польшу в нападении на Беларусь и повысить ставки до максимума, подвести ситуацию к войне с НАТО. Ну а после добиться существенных уступок – выторговать себе нужную сделку. Это катастрофически опасная игра. Пока, если верить спутниковым снимкам Максар, у наемников под городом Осиповичи в Могилевской области Беларуси нет тяжелого вооружения, нужного для серьезного наступления на Украину или Польшу. И это, несомненно, хорошие новости. После выступления Владимира Путина со своим видением истории представитель польского правительства обвинил президента России во лжи и назвал его, цитата, «жалким занудой из Кремля». В МИД Польши был приглашен российский посол Сергей Андреев. Ему были даны разъяснения. Границы между странами нерушимы, а Польша выступает против попыток их пересмотра. Обе стороны подтверждают, что встреча прошла плохо. Такие времена скрывать нечего. Андреев рассказывает, что дал надлежащий отпор принимающей стороне. Он также констатирует полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Со своей стороны замглавы МИД Польши Павел Яблонский отмечает, что это не первая подобная ситуация и что поведение посла оставляет желать лучшего. Могу сказать, что у меня сложилось ощущение, что посол очень нервничал. Встреча с послом была очень короткой, а стиль его общения не отвечал правилам дипломатического протокола. К сожалению, он не в первый раз ведет себя подобным образом, но это полностью соответствует позиции страны, которую он представляет. Выступил, конечно же, и глава украинского МИДа Кулеба. Киев и Варшава, цитата, всегда будут едины, сказал министр в воскресенье. «Попытки Путина вбить клин между Киевом и Варшавой так же бесперспективны, как и его неудачное вторжение в Украину», написал Кулеба в твиттере. «В отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки из истории и всегда будут единым фронтом противостоять российскому империализму и неуважению к международному праву». Конец цитаты. Впрочем, прямо сейчас отношения между Украиной и Польшей переживают сложный период из-за проблемы с вывозом украинской сельхозпродукции через польскую территорию. Вот только подобные трудности в нормальном мире преодолеваются как угодно, только не вводом войск в соседнее государство. В том самом нормальном мире, из которого Владимир Путин вывел свою страну, превратив Россию в фактор нестабильности и непредсказуемости. В государство, от которого можно ожидать буквально чего угодно. В котором политический трэш-ток, угрозы и реальные планы новой войны уже невозможно отделить друг от друга. Потому что возможно все.